Азербайджанский народ Но вот некоторые армянские эксперты интерпретировали эти реалии по-своему и назвали азербайджанцев народом торговцев. Конечно, изобретать эпитеты намного легче, чем суметь проанализировать реальный военный, политический и дипломатический расклад. А ведь в этом случае, возможно, многих жертв удалось бы избежать. Когда в СМИ появляются первые сообщения, что военный бюджет Азербайджана превышает весь госбюджет Армении, в Ереване снова отмахиваются. Ну и что? Весь бюджет уйдет на генеральские дачи. Азербайджан демонстрирует свое новое оружие на парадах. В Армении демонстрирует непробиваемый оптимизм. Боюют не оружие, а люди. Армяне – воины. У нас был Тигран Великий, а эти азербайджанцы умеют только зелень на базаре продавать. Я им всегда говорю, куда вы лезете? Так я им всегда говорю. Иди, сиди, свои семечки продавай. Первый тревожный звонок для армян – апрель 2016 года. Азербайджанская армия громит Армению под высотой Лалетепе. Но и это не приносит отрезвления. Наступает июль 2020 года, когда Армения спровоцировала бои на Туулском участке. Новый виток армянской агрессии разбудил бурю в общественном мнении Азербайджана. Молодежь призывного возраста вышла на улицы с призывом. Мы готовы взять в руки оружие и встать на защиту своей Родины. Только дайте приказ. У военкоматов выстроились очереди. Однако в Армении опять выводов не сделали. И не задумались, почему так получается, что в Азербайджане молодые люди выходят на улицы, требуя отправить их на фронт, а из Армении просто бегут. В ночь на 27 сентября в результате масштабной армянской провокации грянула уже настоящая война. За все время, которое в Азербайджане не было ни одного факта дезертирства. А вот согласно сообщениям армянских СМИ, в Армении было 10 тысяч дезертиров, которые ну никак не пожелали защищать свои дома и хачкары и демонстрировать боевой дух народа-воина. Сегодня власти Армении вынуждены их по-тихому амнистировать. В тюрьмах нет мест для осужденных дезертиров. Жестокий, отрезвляющий для Армении и показательный для всего международного сообщества счет 10 тысяч армянских дезертиров против нуля азербайджанских. Но в отличие от армянских политологов, мы не говорим, что армяне народ трусов и дезертиров. Мы понимаем, что это очень трудно демонстрировать величие духа, когда не понимаешь, за что приходится умирать. Трудно воевать не за родную землю, а за чьи-то политические авантюры и исторические махинации. Не сработали у армян и надежды на зарубежную помощь. Политологи типа Саркиса Цатуряна уверяли, что если понадобится, каждый армянин из любой точки мира придет воевать. Наступил переломный момент. Приезжайте все в Армению. Давайте вместе закрепим нашу победу. При этом сами авторы этих призывов предпочитали лежать на уютных диванах в московских, парижских и калифорнийских апартаментах. Добровольцы из диаспоры, конечно, прибыли, но совсем не в том количестве и качестве. Трудно было демонстрировать боевой дух, когда армянская армия прошлого века стала отступать под ударами азербайджанской армии 21 века. На линии фронта уже заговорило суперсовременное оружие, которым азербайджанские солдаты и офицеры владеют безукоризненно. Армянская линия обороны уже прорвана. Азербайджан реализует хитрые и смелые тактические задумки. От котла в Живраиле до великолепного блистательного штурма города Шуша. Эту неприступную крепость азербайджанские воины брали практически в рукопашном бою. Но даже война и непрерывное азербайджанское наступление не сбили пропагандистский угар. Армянские эксперты все равно продолжали гнуть прежнюю линию. Градя Азербайджану, если война продлится еще неделю, азербайджанскому режиму придется очень плохо. Тиражировались астрономические цифры якобы уничтоженной азербайджанской техники. Причем для доказательства этого использовались кадры учений со стрельбой по мишеням. Думающие наблюдатели спрашивали, если армянские военные эксперты не могут разобраться, кто отступает, а кто наступает. Как они могут быть в деталях осведомлены о планах азербайджанского командования? Как так выходит, что сначала армянскую аудиторию уверяют, будто бы никаких азербайджанцев нет в Физули, в Гадруте, в Джабраиле, в Зенгелане, наконец в Шуше, а в результате Армения подписывает капитуляцию? В народе это имеет простое и емкое название – «Заврались». При этом история и война все расставляют по местам. Так что искренне советуем армянской аудитории поменьше слушать реваншистов в версии 2.0, которые рассказывают про уникальный боевой дух армян. Не бывает в мире такого деления, что вот этот народ торговец, а вот этот народ воин. Попытка придумывать унизительные определения для целого народа – априори путь в никуда. Это даже не детская игра в обзывалке и даже близко не лежит к государственной политике. События в Армении после Второй Карабахской войны доказали со всей убедительностью, что это страшное оружие с эффектом бумеранга, которое больно бьет по тем, кто решил его применить. Так что не лучше ли постараться принять реальность и не навешивать ярлыки на ближайших соседей, обрекая себя на жизнь в окружении придуманных врагов? Субтитры создавал DimaTorzok